За сутки в Швеции сгорели сразу несколько приютов, в которых планировалось поселить беженцев. Места временного размещения для выходцев из стран Ближнего Востока и Африки полыхали в разных районах страны. Полиция считает, что все пожары возникли в результате поджогов. За последние полгода аналогичным образом уже пытались уничтожить около 60 мигрантских центров. Не рады гостям и в соседней Норвегии. Некогда спокойные столичные районы и улицы местные жители теперь боятся посещать даже днём. Репортаж Марины Светлой. Эйвин Ситтер, коренной норвежец, проводит нам экскурсию по центру Осло. Этот район Грёмланд местный называют не иначе, как гетто. Вот уже много лет мигранты, которые приезжают в Норвегию в поисках лучшей жизни, селятся здесь. Эйвин даже не успевает начать, как его тут же перебивают. Это, конечно, можно считать просто шалостью мальчишки, но наш экскурсовод предупреждает, в этом районе следует быть осторожнее. Очень много мигрантов живёт в этом районе, очень много национальностей, здесь продают наркотики. По словам Эйвинда, вместе с притоком беженцев на улицах появились профессиональные нищие. На мосту, по которому мы проходим, на 30 квадратных метров сразу трое попрошаек. Какая помощь вам нужна? Вы просите о помощи? Да. Но у вас есть мобильный телефон? Да. Тогда на что вам нужны деньги? На еду. На еду? Ну тогда продайте свой телефон. Но мне же надо звонить в Румынию. У входа в метро деньги собирают уже другие люди среди волонтёров, так они себя называют, как иммигранты, так и норвежцы. Они уверяют, пожертвования нужны для беженцев из Сирии и Ливии. Охотно показывают пять фотографий на мобильном. Вот, видите. И у вас есть какие-то документы, лицензия? Да, да. Вы можете мне их показать? У нас их нет с собой. Тогда может быть у вас есть веб-сайт? У нас нет веб-сайта. У вас нет веб-сайта? Мы новая компания. Я должна вам просто поверить? Да. Я всегда поддерживал мигрантов, но должен же быть какой-то предел, сколько мы можем принять. У нас во всей стране всего 5 миллионов жителей, и что для меня самое важное, чтобы у беженцев не было криминального прошлого. У нас уже были случаи жестоких нападений и изнасилований не только в этом районе, но и во всем городе. Местные жители жалуются. Вечером на улицах стало неуютно. Я уже привыкла игнорировать их взгляды, их попытки заговорить. Я считаю, что должна одеваться так, как мне нравится. Чтобы хоть как-то контролировать возросший интерес мигрантов к норвежским женщинам, в Ставангере в лагере для беженцев начали проводить сексуальный ликбез. Сержант полиции Чайл Риса приезжает сюда минимум раз в неделю. Сегодня он проводит занятия с беженцами из Эфиопии. К мигрантам показывают картинки женщин с оголеными ногами и даже объясняют, что такое проституция. Норвежской полиции очень важно показать беженцам, во что одеваются наши женщины, и объяснить, что платье не сигнализирует о том, что женщина хочет сексуального контакта, ну или еще чего-то. 23-летний Махмуд приехал сюда из Палестины и говорит, до сих пор не может привыкнуть к тому, как в Норвегии одеваются женщины. Здесь, в Норвегии, это не проблема, если они одеваются вот так, коротко. Ну, в моей стране, в моей культуре никто даже не видел девушку так одетой. В миграционном центре Ставангера к беженцам относятся как к детям. Уроки языка и правоведения, компьютерные классы, питание по санаторному режиму. Сегодня у нас куриные ножки, которые долго томились в духовке, запеченная картошка и салат из брокколи. На завтрак у них каша или омлет, обязательно есть хлеб и масло, йогурт и джем. Но у такого гостеприимства, как считают многие в Норвегии, есть и обратная сторона. После выхода из лагеря беженцы долго не могут интегрироваться в общество. Они не получают денег, мы им даем ту еду, которая у нас есть. То есть мы решаем, как они живут. И когда в течение нескольких лет кто-то за тебя решал, что ты будешь делать, и в один прекрасный день ты тоже стоять на своих собственных ногах, то люди забывают, как это делать. Еще большей проблемой являются беженцы, которые бегут из приютов. Только за прошлый месяц, по данным газеты The Local, из лагерей для беженцев исчезло более 600 человек. Среди них выходцы из Сирии, Афганистана, Ирака и Египта. Всего за прошлый год Норвегия потеряла более 2000 беженцев. Считается, что кто-то перебрался в другие страны, но большинство просто решили перейти на нелегальное положение. Как предполагает полиция, пополнив ряды торговцев наркотиками и осложнив криминогенную обстановку в норвежских городах.